Слаженная, почти синхронная работа дворников и ни следа не остается от ледяного наката. Он образовался у детского сада номер 61 из-за небольшого перепада высот, когда подтаял снег при теплой погоде. И хотя соседний тротуар вычищен полностью, за этим склоном почему-то не доглядели. И глава Самары Елена Лапушкина во время рабочего объезда Кировского района обратила внимание на этот недочет. Теперь ошибки исправляют. В Кировском районе ежедневно работают несколько муниципальных бригад по расчистке наледей и снега. В первую очередь отрабатывают подходы к объектам социальной сферы и обращения жителей. Помимо того, что, безусловно, план работы у нас сформирован и уже отработан на протяжении нескольких лет, мы прислушиваемся в первую очередь к обращениям жителей в социальных сетях. Это сети Twitter и Instagram, также по телефону. Такие же замечания во время объезда Кировского района у мэра возникли и к очистке двора на Карла Маркса 424. Двор расчистили оперативно. Жители признаются, такая ситуация редкость. Старшие по дому регулярно контролируют качество уборки и, если есть замечания, сразу обращаются в управляющую компанию. Каждый день у нас такая территория проходит. Но не всегда бывают, конечно, нюансы. Тут же сразу обращаемся. Сразу приезжает техника, уборка, дворники, значит, и убирается территория. Но во время объезда Кировского района говорили не только о недочетах. Глава Самары познакомилась с проектами благоустройства дворов, которые преобразят в этом году. На Ташкентской 114 установят новую контейнерную площадку. Сделают дополнительные парковочные места, новые проезды к Ташкентской и Колизею, что позволит разгрузить сквозное движение через двор. Та же самая проблема, мы ее решаем за счет парковок, новых проездов и стык с Ташкентской, чтобы сократить транзитные движения, она будет сразу выезды. По объему все расписано, мы задание технической интергии уже практически готово. Небольшие спортивные площадки, футбольное поле, несколько игровых площадок с песочницами и антитравматическим покрытием. Все это появится к удовольствию детей. В Большом дворе сразу нескольких домов на Карла Маркса – 372-382. А для родителей – удобные пешеходные дорожки для прогулок и дополнительные парковочные места. Местные жители могут быть уверены, что их проект будет реализован качественно. По соседству есть сквер «Дубовый колок», который привели в порядок в 2018 году. И жители пришли поблагодарить главу города за благоустройство. Вот так вот у нас. Вы знаете, это просто. У нас сейчас, во-первых, сквер теперь. Город Зеленхоз убирает. Сейчас вот дорожки все почистили. У нас шикарная для малышей площадка. Дети и все довольные жители. Преображение ждут и в сквере в поселке Зубчининовка на пересечении улиц Александра Невского и Транзитной. Помимо традиционных элементов благоустройства – освещения, газонов, дорожек и детских площадок – в проекте реконструкции территории есть своя уникальная деталь. Жители хотят построить скейт-парк. В районе много детей, занимающихся этим видом спорта, который теперь стал олимпийским. Дело в том, что это около фоку очень много народа разъезжает. Вот именно скейт-площадка, и это был сход жителей и востребованность детей. Это настолько было востребовано, что вот поэтому мы остались на этой скейт-площадке. Всего в Кировском районе в этом году по нацпроекту «Жилье и городская среда» преобразят три двора и один сквер. Работы на объектах начнутся весной. Глава Самары Елена Лапушкина пообещала летом проверить, как ведется благоустройство. Андрей Горгуленко, Николай Епифанов. События.